очень давно я уже хочу проверить слухи о том что можно с windows 7 и windows 8 перейти обновиться бесплатно до windows 10 при том что сохранить лицензию известно что в середине 2016 года бесплатное обновление с предложением от корпорации microsoft закончилась а для лиц с ограниченными возможностями в 2018 году в начале но насколько я знаю есть способ все-таки перейти на windows 10 и сейчас мы это будем проверять для этого нам понадобится программа windows 10 upgrade assistant мы ее качаем и необходимо убедиться в том что мы качаем именно windows upgrade assistant определенной версии не новую не старую а 24 074 в принципе так вы будете искать google и когда будете качать данную программу она нам понадобится во первых после нам нужно будет перейти на другой этап выполнения этой процедуры для этого нам понадобится помощник по обновлению windows 10 в принципе он не обязателен но мы его также скачаем данный помощник будем использовать еще расскажу на втором этапе и он обновит нашу операционную систему до версии 1903 это последняя версия на данный момент вышла в майском обновлении 2019 года но в первом случае мы будем использовать windows upgrade assistant 24 074 принципе это вся информация все программы которые нам понадобятся но теперь очень важный момент нам понадобится операционная система windows 7 или windows 8 1 не знаю будет ли работать на просто windows 8 потому что их две версии но сейчас как раз это и проверим ну и здесь то что я не сказал важное это то что операционная система должна быть активирована чтобы когда мы обновились на десятку она также без проблем активировалась будет ли работать это с пиратскими операционными системами сказать не могу если хотите пробуйте я буду пробовать именно с лицензионной операционной системы для этих целей у нас есть следующая операционная система windows 8 без индекса 1 придется ли обновляться до windows 8 1 сказать сложно надеюсь что нет данные данной операционной системы можете видеть у себя на экране ключ здесь активирован операционная система лицензионной является оем версией ну что же здесь по инструкции мы должны были по идее изменить дату и время но менять и не получится потому что не запустится интернет не будет работать корректно поэтому оставляем сегодняшнюю дату запускаем windows upgrade ассистент 24 074 для начала не забываем подключиться к интернету потому что все программы и все компоненты программ будут скачиваться именно из интернета на следующем этапе программа проведет проверку обновлений программа интуитивно простая поэтому здесь шаг за шагом просто выполняем инструкции принимаем теперь соглашение здесь нас оповещают что windows 10 начнет скачиваться через несколько мгновений компьютер проверяется на совместимость windows 10 ну и далее нам остается только дождаться когда она загрузится на сто процентов это займет некоторое время все зависит от вашего интернет соединения ну что процедура подходит концу windows upgrade ассистент может зависнуть на 99 процентов и для этого есть решение на сайте microsoft ссылочку я оставлю в описании можете перейти если вдруг у вас эта проблема возникла она достаточно часто возникает насколько я знаю в этом случае воспользуйтесь этой инструкции она должна помочь далее идет процесс установки здесь в принципе в этой программе все автоматизировано вам делать принципе вообще ничего не придется просто дожидаемся конца установки нас ожидает финальная стадия обновления до windows 10 нажимаем перезапустить сейчас windows 10 настроиться и можно ее уже будет использовать ну и что в конце концов мы имеем обновление прошло успешно осталось только лишь завершить настройку windows 10 новой выбираем параметры конфиденциальности приложение по умолчанию тоже windows 10 установлена также мы получили сообщение от помощника обновления что нас благодарят за установку windows 10 можно закрыть это приложение кстати говоря все приложения которые были windows 8 сохранились это достаточно хорошо но это еще не все нужно сделать еще пару пунктиков в определенной последовательности не иначе так открываем проводник этот компьютер свойства в контекстном меню и нам необходимо выполнить активацию windows если она вдруг еще не выполнена автоматически для этого нужно подключиться к интернету и лишь потом только использовать приложение дополнительное второе мы скачивали едва чтобы обновиться до последней версии данной операционной системы кстати мы получили windows 10 домашнюю принципе как была и наша восьмерка и убедиться что у вас введена цифровая лицензия лишь только затем обновляем до последней версии windows 10 последняя версия на сегодняшний день это майское обновление 1903 запускаем помощник для обновления и обновляемся до последней версии еще раз напомню после проверки активации принципе в этой программе указано какое из обновлений является последним и нам просто нужно нажать кнопку обновить сейчас и далее все то же самое все автоматизировано нам только стоит наблюдать за процессом и ожидать кстати говоря ожидание здесь конечно зверское очень долго все приходится ждать но она того стоит если хотите лицензионную windows 10 также конечно можно попробовать найти ключи в интернете для семерки или для восьмерки а потом просто обновить десятки и иметь лицензионную десятку такой вариант я думаю тоже имеет право на жизнь но я так не пробовал делать если хотите поэкспериментируйте же сразу оговорюсь что не забудьте о том что нужно все-таки драйвера переустановить потому что драйвера были установлены до восьмерки естественно что теперь они не подходят на десятку и вам нужно скачать новые для десятой версии операционной системы windows это графический драйвер звуковой драйвер и прочее все это вы можете найти на сайте производителя вашего ноутбука рекомендую создать аккаунт microsoft и привязать к нему учетную запись с этой ом версии так вы сможете пользоваться более полноценно функциями данной операционной системы в том числе магазином и xbox'ом и другими функциями нажимаете изменить параметры учетной записи и нажимаете добавить учетную запись и создаете ее не буду показывать как это делать надеюсь что разберетесь иначе роль